Итак, всем привет! У нас сегодня 10 число. Я сегодня в третий раз пытаюсь начать снимать вязальный влог. Надеюсь, что в этот раз будет успешным, потому что я уже, если честно, боюсь, что я половину того, что хотела рассказать, забыла. Вот, я уже думала и сегодня не снимать, но мне жутко хочется не пропускать ни одного дня. Я не знаю почему. Мне кажется, что, знаете, как будто бы когда отчитался, как будто бы можно ложиться спать с чувством выполненного долга. Целый день наложу на столе. В порядке и все как-то тщетно. Значит, у меня здесь список дел, но это дела не на сегодня, это дела в целом, да. Мы его отложим в сторону. Ручечка моя блатная. И давайте я вам покажу, что у меня успела связаться за... Получается, вчера я закончила и уже больше не вязала, да. А сегодня я встала, поскольку, то есть, я встала в 3.20. И вот, честно скажу, с хныкающим Максима, да, если бы была ночь поспокойнее, возможно, бы больше успела. Но и вообще на самом деле не в этом, да, суть. В общем, сколько успела связать за прошедший день. В последнем влоге я вам показывала, что у меня провязан был реглан на свитере на мужском. И нужно было отснять кусочек дальше уже мастер-касса, чтобы мне можно было переходить к вязанию тела. И я, если честно, уже не надеялась на то, что я успею это сделать. Но все же у меня получилось каким-то чудесным образом. Там ближе к вечеру вышло солнце из-за тучек. И стало достаточно светло, и у меня получилось отснять кусочек вязального влога. Слушайте, ну вот она настолько нелепо смотрится, можно просто со смеху. Нет? Одно и мне смешно. Значит, это свитер для мужчины взрослого. Ростом метр семьдесят шесть. Сорок шестой размер у моего мужа. Но, поскольку это резинка два на два, и она очень хорошо стягивается, да, то есть Лана Голд, ну, вообще очень хорошо станется. То выглядит это, конечно, очень смешно. Это такое ощущение, будто свитера для собачки. У меня почему-то такие ассоциации. Значит, я вчера успела показать, да, про подрезы. И уже перешла на вязание тела. И вот за сегодняшнюю ночь, точнее для меня это раннее утро, я успела провязать, ну вот, да, от подреза вниз в отстолечку. Пытаюсь глазами найти сантиметровую ленту, в упор не вижу. А их две вообще у меня. Но почему-то, когда надо, ни одно, ни второе нет. Так. Ну все, все пропало. Это заразно. Значит, а, вот, вижу. Здесь сантиметров десять. Нет, вру, восемь с половиной. Восемь с половиной сантиметров. Значит, пошел у меня в работу третий моток. Вот здесь присоединю. То есть, ну, совсем недавно. И присоединяла я уже в детский сон дневной. Один из, да. Но потом как-то уже особо не вязала, потому что вкачивала, если честно, коляску. И не получалось вязать. Вот, хотя в предыдущий сон я поработала неплохо. И мы с мужем уже это все делать, примерить успели. Небольшой косячок появился, но я переделывать честно не буду, потому что надо тогда будет распустить аж до самой головины. И я думаю, что этот косяк будет сам, в общем, исправиться. После того, как сытр будет полностью связан, я его постираю. Чуть-чуть, буквально немножечко, совсем чуть-чуть, вот здесь у шеи собирается горбик. Это говорит о том, что маловато ростка. При том, что я росток вывязала побольше, чем в предыдущем свитере, да. И это просто свидетельствует о том, что человек немножко набрал веса, да. То есть, чем больше размер одежды, тем глубже нужен росток. Здесь, по-моему, все логично. Вот. Но бывают особенности фигуры, и как мужской, так и женской, когда независимо от того, что у человека, допустим, маленький размер одежды, росток все равно нужен побольше. Вот. Значит, буквально немножко здесь сыграется. Я, конечно, могу выпендриться и распустить, но, честно сказать, не хочу. Если бы там сильно торчало, я бы, возможно, распустила. Вот. Потом что-то мне муж сказал, что ему в плечах как-то некомфортно, но я говорю, руки вверх подними, опусти, ну, то есть, чтобы, знаете, как бы подсело, да, по фигуре, и все нормально стало тут же. Вот. Получается, по фигуре, да, так и задумано. Если вдруг будете взять новую мастер-классу, то не забудьте обязательно добавить сантиметра на свободу облегания, хотя эта резинка 2х2, она не может свободно облегать, да. Она будет или плотно обтягивать тело, ну, то есть, все будет зависеть только, в общем, зависеть будет только то, как будет смотреться резинка на теле, да. Ну, то есть, сильно растянута или не сильно. У нас средняя, так, как я и задумала. Значит, мне, по идее, осталось вязать вниз где-то, ну, если мы с ним ростом, разница у нас 5 сантиметров роста, я себе вяжу где-то 43 сантиметра, пусть ему надо где-то 40, допустим, 6-47, ну и, соответственно, еще 38-39 сантиметров мне вязать вниз. Резинкой 2х2 это достаточно быстро, несмотря на то, что пряжа темная, я до сих пор не устану радоваться тому, что у меня, в общем-то, нормально идет вот это темное вязание. Вяжу я на деревяшках, не пророял, на четверочке очень хорошо идет у меня эта работа. В работе третьим итогом, сегодня у меня был легкий шок и не могла найти пряжу, да, потому что я знаю, что у меня все клубочки, которые здесь лежали отдельно, я их все положила в корзину. А заглядываю сегодня в корзину, понимаю, что там ни одного кубка нет. Вот, в итоге я вспомнила под конец, что я эти клубочки сланой голд именно поместила в контейнер сланой голд, и они там тебе спокойно, приспокойненько лежат. Так, значит, этим процессом я буду заниматься в любое время, которое у меня сегодня получится повязать, да. Если вдруг вечером там будет Макс спать, я буду вязать этот свитер, потому что теперь мне нужно для того, чтобы закончить мастер-класс, провязать очень-очень-очень много вниз, потом связать один рукав, да, тоже, ну, достаточно такая не сильно веселенькая работа, скажем так, и потом второй рукав уже снимать на камеру. Так, я сомневалась немножко про подрезы, но в итоге все идеально. Но лично мне нравится, как сидит, это то, что мы хотели с мужем получить. Я решила подготовить себя морально к, скажем так, случаям, знаете, когда какое-то чрезвычайное происшествие, да. Если вдруг так получится, что муж мой снова немножко наберет вес, и ему этот свитера станет мало, у меня есть еще старший сын, у которого рост уже перевалил за метр шестьдесят, в его-то десять лет, и я просто отдам Даниле, и все, он будет выносить. Когда-то он до него по-любому вырастет. Я думаю, что это не за горами у нас. Но я думаю все равно, что все будет нормально, я свитер постираю обязательно, буду стирать в машинке, потому что, ладно, вот я без страха давным-давно стираю в машинке, ничего не происходит у меня, не растягивается, она просто расправится, да. Вот, и тогда, конечно, возможно, не так не лепо это все будет смотреться, потому что, ну, сейчас реально какое-то непонятно что. Хочу еще вот сюда прицепить бирку, у меня есть рыжие бирки. Думаю, здесь будет отлично смотреться, именно на воротнике, да, хендмейт. Вот, это первое, что у меня продвинулось, продвинулось неплохо, да. У меня было, получается, когда утром проснулась, у меня было полмотка лангород ровненько. Я его весь извязала и уже приступила к следующему. Так, и второе продвижение, и пока это последнее продвижение, у меня полностью готов рукав для джемпера крючкового. Сейчас я вам все это дело покажу. Значит, очень я довольна тем, что получилось. Мне вообще в целом нравится этот джемпер. И так смешно получается, на самом деле, да. Вещи, которые я не планировала вязать, просто вот за компанию, скажем так, для азарта. Я вообще, честно скажу, я чисто за компанию согласилась с этот джемпер. У нас когда-то был совместник по вязанию Оскара Долоренто, да, мной организованный, который под номером 2, второй сезон, где было много людей. У нас осталась компания, и мы там решили чего-нибудь замутить вместе такого, да. И остановились на вот этом джемпере крючковом. Я вообще, знаете, пропустила пол разговора, потом такая, да, да, я тоже с вами. Вот. И сейчас я мега счастлива от того, что я начала вязать вместе с девчонками. Значит, у меня это Ализабет Бест, цвет номер 189, и вот, что осталось от первого мотка. При том, что сегодня у меня было вывязано, по-моему, 11 рядов я связала вчера, а здесь сейчас 38. То есть, я очень хорошо поработала, я связала это часть утром, да, после того, как у меня закончился моток, и мне надо было дальше примерять, чтобы точно знать, что все хорошо. И уже потом длинной сон довязала уже до конца рукава, то есть, это уже полная длина рукава. Теперь мне надо снять мастер-класс по расчетам для того, чтобы второй рукавчик такой связать. И там уже все, буду соединять в реглан. Очень быстро вяжутся. Вяжу я, кстати, вот таким крючком китайским. Классные крючки. Вот я их тогда выбирала, когда мне китайцы предлагали, да, на выбор товара. Предлагала с мыслями, что это полная ерунда очередная, но в итоге это вот одни из самых любимых крючков. Они, правда, начинаются, по-моему, с тройки, да, то есть, ну, там крупные крючки. Но как раз-таки вот таких вот, у меня больших не хватало хороших. Это три с половиной. Я вам честно скажу, я на три с половиной. И я пыталась сегодня или вчера вспомнить, когда в последний раз я вязала крупную работу, ну, хотя бы шапку, да, например. То есть, прихватку крючком три с половиной. Я не могла вспомнить, но это явно было, еще я ходила на работу. При том, что я уволилась с последнего места работы, такого вот офисного, да, в 2015 году. То есть, это было достаточно давно. И я, конечно, сначала как крючком этим крючком работала, но потом в итоге приспособилась. Вот, это продвижение номер два. Потом я сегодня утром хотела связать образец из пряжи каскад, да, троицкой, которая у меня будет на кардиган. И что-то я задумалась сильно и начала вязать платочная вязка. А мне не платочная вязка нужна, мне нужны полосы из лицевой и изнаночной глади. Поэтому, естественно, я это дело распускаю и буду перевязывать. И вот я набирала 30 петель. Буду набирать петель меньше, потому что вообще, если кто-то там размера 44-46, то это уже полочка по ширине. Мне лень взять такой образец, да и нет в этом такой необходимости остро. Поэтому я, наверное, на 20 петлях свяжу образец и буду потихоньку приступать к работе, потому что пока горит, знаете, пока горит, надо этот момент ловить и пользоваться им. Значит, я подобрала спицы. Изначально я взяла деревяшки, роял свои, да, номер, тут рекомендуют номер 6. На 6 мне показалось будет сильно рыхло, а вот 5 с половиной, скорее всего, будет само то. Я взяла деревяшки, и у деревяшек не очень мне понравился кончик на большом размере спиц. Я сразу вспомнила, как его, карбоны от Лана Гросса. Вот там точно такой же кончик. Он острый, короткий и очень сильно колет палец. И вот здесь в роилл не так, конечно, но тоже надо приспособиться. А у меня еще чагушек палец не зажил, поэтому я его берегу. И я взяла зимни. У зингов кончик подлиннее, вроде острота та же, но сама вот конструкция, да, форма вот этого более такой покатый, как бы. Вот, и получается, что мне, в принципе, подходит. Спиц сюда я повязала, ну, что там, дворяда провязала, но все равно, в общем, я пока думаю, что я на 5 с половиной буду вязать. И, честно говоря, в меньшую сторону не хочу менять размер спиц. Знаете почему? Будете смеяться. Потому что набору моему уже, получается, год, да, в прошлом году мне на день рождения подарила Залина этот набор. И вот год уже моему набору, а я, получается, дальше пятерки спицы ни разу не использовала. Пятерку один раз кардиган из зала свой. А вот эти у меня вообще неприкасаемые, можно сказать. Поэтому я хочу, чтобы хоть что-то было на них связано. И буду сегодня вязать из этого образец. Потому что вроде как у меня сложилась картинка, да, как это должно выглядеть, я надеюсь. Поэтому надо ловить момент. Вот, получается, что я закончила один плед, да, и хочу начать два процесса вместо одного. Я просто сама себе думала, ну, Алина, ты хотя бы старайся не начинать больше, чем ты заканчиваешь. Закончила плед, ну, возьми на его место один процесс, а не два. Но, тут лежит ландыш, он пока лежит. Я пока держусь как могу. Это у меня стопроцентный хлопок миксеризованная. Очень мне понравилась эта пряжа. Цвет у меня бредно-голубой. Приходила мне эта пряжа, по-моему, с мира вышивки, девочки. Ну, в общем-то, все равно есть внизу два промокода. Пряжа SU, мир вышивки. И в том или ином магазине там все равно более-менее разный ассортимент, да. Однозначно в каком-то из этих магазинов есть то, что вам нужно. Поэтому промокодом смело это пользуйтесь. Не забывайте, да, потому что, ну, почему бы не сэкономить какие-то там рубли. В общем-то, с этой пряжей я познакомилась еще в 2017 или 2016 даже году. В 2016, наверное. И мне она очень понравилась. Я тогда, помню, пробовала цвет шампань, по-моему, он назывался. Я загорелась желанием издать топ ракель из этой пряжи. У меня даже образец связан именно в этом стиле. Надо, кстати, его найти. Сегодня он мне нужен. И так ничего не связала, потому что на самом деле у нас почему-то эта пряжа не очень-то и дешевая. Это троицкая, ну, то есть российская пряжа. Почему она столько стоит, мне не понять. Она у нас стоит даже дороже, чем Vita Cotton Charm. Да, то есть там-то вроде как немецкая. Здесь как бы Россия должна быть чуть-чуть дешевле. Но нифига. Вот. У меня 10 мотков. Мне не хватит на то, что я задумала пока. Возможно, я еще передумаю. То есть вовсе не так, что это будет именно то, что я вот сейчас прямо хочу начать уже целый день. Скорее всего, я насмотрела по описаниям Drops целую кучу подходящих мне моделей темнее. Да, но я сейчас уже заканчиваю. Правильно, время. Седьмой час. Да. Наверное, уже даже почти семь. Ой, мне скоро кушать. Я на правильном питании и кушаю по режиму. Так что сейчас буду заканчивать и побегу готовить. В общем-то, насмотрела целую кучу платьев. Я хочу их все связать. Посмейтесь, меня там, наверное, около 10 моделей. Там не 10 платьев, там 10 моделей по описаниям Drops именно из хлопка. То есть там что-то топы, что-то платья. И вот я почему-то хочу начать. Мне не важно, сколько это будет длиться. Я уже об этом говорила, хоть 4 месяца. Мне просто нужен какой-то процесс хлопковый. Вот в таком вот классном, как мне нравится, простом стиле. То есть именно фасон. И я хочу ковырять независимо от съемок. То есть, чтобы я никому ничего не должна была. У меня сейчас все-все-все, чего не коснись. По всему снимаются мастер-классы. Или готовится, или будет. А я хочу чего-то, знаете, такого уединенного. Поэтому, скорее всего, я все-таки начну платье. Я там сначала одно хотела начать, но там оказалось пряжа потолще нужна. А я совершенно не хочу делать расчеты. Я пересчитаю плотность. Просто выберу нужный мне размер, да, по плотности. И буду по описанию уже вязать. Я уже так делала, и все нормально получается. Вот, поэтому мне надо найти старый образец, чтобы уж совсем лениться. И даже новый образец не вязать. Вязать я буду на спицах 4. И начинать, наверное, буду на спицах 3,5. Чтобы горловина не растягивалась. И единственная проблема в том... То есть, я бы уже начала, если честно, да, еще в обед. Но платье это в оригинале. Оно там бледно-желтого цвета. И называется солнечный привет. Что-то такое. Держи. Держи, сейчас будем мастер-баба. Вот. И на самом деле, оно мне, кроме как в этом цвете, как оригинале, цвета-желтым, ни в каком цвете не видится. Ну, максимум в белом, да. А у меня ничего такого нету. Я думала, что у меня от Кутнора ярко-желтая пряжа, такая цеплячая, подойдет на другого метража. Там 180 метров, то есть слишком тонко. Поэтому у меня, получается, был выбор между розовым шармом. Эгиттон, она тоже тонковатая. Вот сиреневый, возможно, было бы и ничего. Или, как вариант, пересчитывать на самый большой объем груди, то есть по образцу. Но, опять же, надо вязать образец. Что-то как-то не хочется. Вот. В общем, ландыш пока лежит мне на столе. Я сегодня позрею. Если я вдруг прозрею, да, то я ночью это платье обязательно начну. Вот. Оно вяжется сверху вниз. Вот. И, ну, посмотрим, что получится. Ладно. Побежала я, да. Слышите, Максик зовет. И ужин зовет. Поэтому завтра увидимся. Посмотрим, что у меня получилось за сутки провязать. Тем более, уже темнеет. Итак, всем привет. Очередная нарезка вязального блога. У нас сегодня 12 марта. Вчера ничего не снимала, не было возможности. Сегодня особо тоже у меня тут ничего нового не произошло. Да, чтобы не чем-то вам хвастаться какими-то дикими продвижениями в процессах. Вовсе нет. Рукав от джемпера я, по-моему, вам уже целый показывала. Если нет, то показываю вот сейчас. И вот только сейчас закончила снимать мастер-класса кусочек очередной. И что-то я не подумала, не подготовилась. Надо было мне заранее провязать резиночку, да, чтобы уже показывать прибавки на рукаве. Вот не подумала об этом. Поэтому получается, что сейчас я уже не буду, конечно же, тянуть время, да. Где-нибудь вечером я свяжу резинку или, может быть, днем когда-то успею, а уже завтра продолжу снимать по рукаву. По телу я то, что должна была переснять, пересняла. Тело у меня уже готово. Получается, что я уже вывязала 4 моткайта пряжи, да. Вот поэтому здесь особо продвижения нет. Дальше образец из каскада я 5 раз уже начинаю, 5 раз распустила. Зато у меня вот что появилось. Я начала вязать мотив из пряжи Ализабелла для ажурного покрывала на двухспальную кровать. Он у меня, как видите, не довязан. Почему? Потому что я не знаю, почему так случилось. Я 3 раза в одном и том же месте допускала ошибку в схеме. Притом не то, чтобы я не понимала, как это провязывается. Я просто в одном и том же месте пропускала арку. Ну и, соответственно, мне потом в конце не хватало арочки для провязывания узора. Пока я еще не поняла, нравится мне, не нравится. Вроде как все хорошо. Мне нравится, что получается размер, который мне хотелось. То есть я еще не довязала, но предполагаю, что будет то, что нужно. Потому что мелкие мотивы на двухспальной кровати мне совершенно не хотелось. Хотелось набрось, чтобы это было вот такое, знаете, что-то... Ну, в моей голове уместное, скажем так. Вот. И, соответственно, вот, ну, пока не довязала. Но я думаю, что я сегодня с этим разберусь. Потому что просто вчера, да, вот столько раз допустила ошибку. Решила отложить, потому что какая-то глупость получается, когда одно и то же, скажем так, пропускаешь место. И единственным таким, ну, более-менее неплохим продвижением, это у меня стало продвижение по вязанию свитера для мужа, который я вяжу резинкой 2х2. Вот так. Олизовала на голд. Получается, в последний раз я вам показывала, уже были продвижения. Ну, и вот с последнего момента съемки, вот я специально повесила маркер. Вот что я провязала. Это еще даже и не моток пряжи. Вот у меня еще сколько. Так, ну, вот получается, что это все. Еще я сегодня получила посылку пряжи. И здесь у меня 5 моточков олизовала на голд. Все цвета новые для меня. Вот этот только не новый, да, я его уже знаю по Лана Голдфайн. Моточек джинсы на собачку можно начинать, потому что там мне не понравился контраст, да, то есть то, что у меня имелось. Слишком темная была пряжа для мордочки. И также мне еще пришла упаковка пряжи Нако Денил голубого цвета. Такая пряжа у меня в запасах уже есть. Это для вязания джемпера, по которому я буду писать описание. Потому что здесь метраж 200 метров, по-моему, 200 на 100 грамм. Да, соответственно, в упаковке 1000 метров. На плечевое изделие, на мой размер, на мой рост, мне 1000 метров не хватит. Поэтому я еще упаковку взяла, я об этом говорила. То есть я предполагаю, что у меня, наверное, грамм 800, а может быть даже и 900 уйдет на это изделие. Вот. Ну и, в общем-то, я тут вроде и рвусь что-то новое начать. Потом возвращаюсь к тому, что у меня сейчас в работе. И как-то вроде пока вяжу и никуда особо не дергаюсь. Сегодня у меня по плану, значит, я уже отсняла полуталку. Я отсняла часть мастер-класса, хотела дальше продолжать. Но что-то, честно говоря, неважно себя чувствую. Поэтому, наверное, на сегодня именно со съемками буду заканчивать. Потому что знаю, что если продолжу, то закончится тем, что я снова допускаю ошибок и потом просто придется переделывать. Вот. Поэтому сейчас уже буду заниматься обычными делами. Буду стараться найти время на вязание. Мне к завтрашнему дню нужно, значит, связать резинку. Потому что дальше я не провинулась. Дальше нужно будет снимать резинку для рукава. Постараюсь довязать мотив из Беллы. Чтобы уже просто, да, посчитать, сколько пряжа мне еще нужно. И для себя пометить. Где-то, чтобы в очередной раз, когда будут предлагать сотрудничество, заказать эту пряжу в нужном цвете. И буду вязать тело свитера вот этого. Хоть мне и очень хочется что-нибудь другое провязать. Но мне бы хотя бы тело довязать. Да. А потом уже можно будет переключиться на что-то другое. Буквально там на полдня. Чтобы передохнуть от резинки и темной пряжи. Поэтому не могу сказать, что я себя прям сильно-сильно заставляю. Я с таким же успехом бы хотела взять что-то другое. Пока бы взяла другой процесс. То есть, ну, надо немножко потерпеть. Потому что все-таки очень хочется за вот этот влог. У меня, получается, еще осталось сколько? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 число. 19-го я уже буду снимать, скажем так, последнюю нарезку. То есть у меня еще неделя на то, чтобы закончить два проекта. Как я и хотела. Вот. Такие вот дела. Ну что. Все. Особо мне, хотя я уже сказала, нечего показать. Видите, как скучно получается, когда останавливаешься на одном-двух процессорах. Да. То есть особо показывать нечего. Но ничего. Я сейчас с телом разберусь. И думаю, что я все-таки сорвусь и начну еще несколько процессов новых. Начну потихоньку вязать то, что у меня лежит. процессор, да. Потому что тут у меня есть кое-какие мысли насчет того, как это все мне продвинуть вперед. Вот. Но об этом я в болталке какую-нибудь расскажу. На сегодня все. Да. Завтра снова увидимся. Посмотрим, что удалось мне сделать из запланированного. Итак, всем привет. У нас сегодня уже 13 марта. Я, если честно, даже не помню. Вчера я, походу, не снимала или снимала. Что-то я запуталась в этом влоге о днях полностью. Давайте я быстренько расскажу вам о своих продвижениях. Сейчас у нас 4 часа дня. Не очень продуктивные сутки выдались. Потому что вообще, на самом деле, я всегда ночью вяжу. А эту ночь я не вязала вообще. Потому что наглаживала пузико своему младшему сыночку, который не мог справиться самостоятельно с одной проблемкой. И вот я ему целую ночь гладила пузо, чтобы он мог хотя бы поспать. Вот. И ничего толком не связала. Значит, из последних продвижений, которые произошли уже больше за сегодня, то есть, ну вот, в первой половине дня, это я начала, наконец-то, вязать второй рукав. Я буквально просто начала снимать уже видео по рукаву мастер-класс. И сейчас буду довязывать длину. Мне нужно довязать до... Так, у меня здесь 2, мне надо провязать еще 8 рядов, чтобы в следующем ряду показать прибавки. И это уже я сделаю завтра, потому что сегодня, пока я провяжу, пока у меня вообще появится возможность провязать, поэтому уже завтра я буду заканчивать полностью рукав. И получается, что послезавтра, надеюсь, у меня удастся снять видео по сборке самого реглана, потому что это второй рукав уже, да. И тогда уже потихоньку сделать на видео, во-первых, все расчеты, потом уже связать весь реглан, и джемпер будет, наконец-то, закончен. Я начинаю думать, что все-таки у меня получится осуществить свой план по поводу того, чтобы у меня за этот влог было 2 крупные готовые работы. Вот, значит, уходит почти целый моток на один рукав. Как с прошлого, там вот такой клубочек остался, ни туда, ни сюда. Я ниточку от рукава того не обрезала, потому что, может быть, на подрезку, сюда на сшивание подрезов. Так, свитер мой. Сегодня я снимала болталки, 2 или 3, даже не помню, по-моему, 3. И вязала свитер. Я вот этот маркер последний. Короче, он здесь не означает, что я вот столько провязала. Я просто на мужа сегодня примеряла. Так же не поймешь, да, потому что так вроде уже скоро и конец. А мы на него напялили, и он показал длину, до которой он хочет. Я примерила в сантиметрах, сколько мне от того места, где я остановилась, да, и сколько он показал. То есть вот так, к примеру, да, и перенесла эти сантиметры вот сюда. И отметила место здесь и в тот момент, где я в тот момент находилась. То есть получается, что мне нужно провязать вот столечко, да. И вот столечко я провязала в детский сон. Ну, я могла бы провязать больше, но я монтировала видео и качала Максима в коляске, потому что плохо спит днем, ужасно спит плохо днем. Вот, могла бы провязать больше, но клубочек у меня закончился, да, и второй клубок был в другой комнате. В общем, даже не смогла выйти за моточком. Вот, это я буду тоже сегодня вязать. Было бы вообще, на самом деле, неплохо просто разобраться с этой длиной. Рукав вяжется намного быстрее. Рукав вполне можно создать за сутки, в смысле за день, да, или там за ночь. И тогда уже дальше двигать. И что еще хочу сказать. По этому свитеру я решила, мастер-класса не будет, потому что, во-первых, я пересмотрела те видео, которые я уже сняла по нему. Они все в разном цвете. Это ужасно на самом деле смотрится, да. И участки, где я показываю, как вязать, засвечены специально для того, чтобы было видно прибавки, убавки на темную пряжу. И, соответственно, когда я из кадра убираю черный свитер, начинаю показывать расчеты, то расчеты все в итоге засвечены полностью, ничего вообще не видно, просто белый фон, короче, полная ерунда. Поэтому по этому свитеру я напишу описание, сделаю это описание на несколько размеров. Например, 46-48, 50, 52, 54, как-нибудь так, да. Вот, поэтому получается, что, в принципе, меня ничего сейчас не держит, да, перед тем, чтобы закончить его. Могу даже вот среди ночи начать за второй рукав. И прям как-то даже, если честно, стало легче, потому что я все думаю, блин, ну я вот снимаю, а что получится? Афики, вы знаете, будет ли что-то видно. Короче, вот такое вот у меня тут продвижение. Я в болталке хорошо провязала, наверное, ну вот столечко, и потом это уже после болталки. То есть сегодня, ну, сантиметров 10, я думаю, я связала. Так, это такое, к чему я сейчас уделяю больше всего времени, потому что мне хочется побыстрее закончить. Но все-таки скучно, да, 2 на 2 резинка, темная пряжа, никаких узоров, короче, тоска смертна. Так, я здесь достала образец ландыша старой троицкой пряжи. Что это у меня вдруг штатив начал. Сегодня Леша тут снимал обзор посылки, и после этого у меня какие-то тут пошли тряски. Это старый образец двухгодичной давности из пряжи троицкой ландыши. Я вот здесь нигде не могу найти обозначение, какие это спицы. Надеюсь, что это четверка. Ну, проще, конечно, просто поднять обзор, посмотреть, да, и там я, конечно же, эту информацию озвучиваю. Но пряжу я уже, если честно, убрала. То есть я не то чтобы перегорела, я себя уговорила ничего не начинать, потому что есть список проектов большой, да, и в том списке есть проекты, которые я не собираюсь снимать. Поэтому было бы целесообразно заниматься теми проектами, которые, во-первых, у меня в долгой газах лежат, да, во вторую очередь процессами, которые я не собираюсь снимать. Почему? Вот сердечное платье, да, почему мне его не начать, если мне так хочется вязать именно платье. Поэтому буду заниматься вот такими моментами. Вот, и поскольку я уже пряжицу одну все-таки перемотала и любопытство взяла вверх, я начала вязать образец. Это эгитто, да, кутнор. И я думала, что я буду вязать из этой пряжи платье по описанию от Drops. Но посчитала, в общем, создала образец, пересчитала на свою плотность, и получается слишком много петель на мой размер. Я не готова. Тем более, что на 3,5 плотность меня не устраивает слишком. То есть для топа еще куда не шло, для платья слишком рыхло. Я не хочу носить какие-то нижние подклады, потому что в первую очередь я вяжу 100% хлопка на лето для того, чтобы мне было комфортно, а не для того, чтобы было прям сильно красиво и очень жарко. Поэтому, поскольку уж я начала снимать вязать этот образец, я, получается, довяжу сейчас ажурную часть. Я специально вот делала платочкой, скажем так, разграничения. Я довяжу ажурную часть, возьму какой-нибудь прикольненький ажурчик. Может быть, даже сниму видео урок. Давно не было такого плана уроков, да, по вязанию каких-то интересных узоров. Вы говорили, что вам это интересно. Многим, да, особенно новичкам, потому что не все понимают, как прочитать схемы вязания спицами. Поэтому есть у меня, например, имейте два узорчика. Возможно, их я вам и покажу. И последнее мое продвижение. Я закончила мотив из Беллы. Он не утюженный, ничего с ним нет. Просто вот закончила. Посмотрите, какой он огромный, да, вот в сравнении с моими лапищами. Потому что руки у меня тоже огромные. В самом широком месте ширина моего мотива, если не ошибаюсь, 25 сантиметров, да, я не ошибаюсь. Вот, 25 с половиной даже, если его просто даже разутюжить. И вот эта короткая сторона 22. Ну, 23, потому что когда поднимала вот эти места, они же должны быть ровные, получается 23. Я посчитала, сколько нужно на двухспавленную кровать таких мотивов. Получилось 94 мотива. Если вязать еще полумотивы, потому что это все-таки шестиугольники, и будут места, где нужно полумотив связать. Но, честно говоря, я не знаю. Я потому что видела в интернете варианты и без вот этого, то есть, ну, с таким вот ломаным краем. Тоже прикольно смотрится. Поэтому я пока посчитала, сколько мне нужно именно целых мотивов. Получилось 94 мотива. Офигеть, сколько много! И по расходу, значит, на один мотив у меня уходит 24 грамма пряжи. Или 22, что-то я вот не вспомню. В общем, получается, что одного мотка хватает на два мотива, и остается маленький хвостик. Там, не знаю, сколько метров. Два грамма, да? Метров 10 пусть это будет. Я так, на вскидку. Ну, не, конечно, нет. Четыре пусть. Три метра пряжи. И этими кончиками я их тоже не буду выбрасывать. Мне же потом надо будет все как-то сшить. Я буду мотивы не связывать. А буду их сшивать. И буду сшивать их, когда уже все будет у меня готово. Я их всем махом постираю, заблокирую по утюжу. И тогда уже буду сшивать. Потому что, ну, так, допустим, даже проще хранить, чем сложенное. Ну, мне так кажется. Мне так будет самой проще организовать этот процесс. И получается, что 94 мотива. Это 47 моточков пряжи мне надо для того, чтобы завершить этот процесс. У меня 13 есть. Это мне еще 34 мотка. Было бы купить 1,7 кг. Это 629 цвет. Очень красивый. Но я посмотрела, его нигде нет. Я пока его покупать не буду. Потому что у меня тех моих 13. Я думаю, что мне на ближайшие 2 месяца хватит работы. Сейчас у меня с финансами туговато. Поэтому где-нибудь в мае, возможно, куплю эту пряжу. Буду потихоньку докупать. А может быть, кто-то предложит сотрудничество. И тогда, естественно, я воспользуюсь этой возможностью. И просто закажу, если эта пряжа вам будет в наличии. Я, знаете, что сегодня прикинула? 47 мотков у нас эта пряжа стоит 3 рубля в среднем. Это 140 рублей только на пряжу. Это 70 долларов. Да, то есть, такое недешевенькое покрывало. Себестоимость его будет. И я вот все думаю, это если вязать на продажу, да, на заказ, то 47 мотков мы умножаем на 180 метров пряжи. 0,08 стоит метр пряжи связать. Да, расценки старые. На заказ я не вяжу, но цифру помню. И получается за работу 680 долларов. Просто представьте, плюс 70 за пряжу. 750 баксов стоит покрывало ручной работы. Двухспальную кровать, ажурная, крючком из мотивов. Плюс вообще за мотиву, по идее, надо делать коэффициент, да, за сборку, потому что это тоже время. Но я ж не на заказ, я себе. Просто вот если реально оценить, если бы кто-то заказал 750 долларов, не грех бы и связать на заказ. И я что подумала? Я, естественно, не брошусь сейчас вязать эти мотивы. Потому что это заняло у меня приличный кусок времени. Я вам честно скажу, да, это мини-салфетка, я бы сказала, а не мотив. И я прикинула, значит, что мне надо в месяц вывязывать где-то 10-11 мотивов, да, чтобы у меня к декабре все мотивы были готовы. И в декабре я их все вместе сшила наконец-то. И будет готово мое покрывало как бы в этом году, да, потому что я заносила его в список проектов. Но вот пока Максима катала, думала, думала, думаю, зачем мне это растягивать? Я просто буду стараться вязать через 2 дня, через 1 день по мотиву, по 2, как у меня будет настроение. Просто буду не забрасывать этот процесс. Буду его считать долготекущим или вялотекущим, как там правильно это сказать. И просто буду стараться вязать не меньше 11 мотивов в месяц, да. То есть если я буду видеть, что мне там 1 день не было настроения, 2 дня не было настроения, 5-10, то к концу месяца у меня должно быть 11 мотивов. Иначе я просто в этом году этот процесс не закончу. А размазывать его еще дольше, но нет никакого смысла. Ну и, конечно же, посвятить все время этому я тоже не могу. Поэтому вот таким вот образом я решила. Ну, может быть, там какие-то будут праздники. Я своим родственникам тонко наветлю на то, что 34 моточка была, 629 цвета мне необходима. А вось кто-то захочет сделать приятное. Вот, такие вот дела. Красивый мотив получился. Я, кстати, девочки, у меня теперь в Телеграме есть канал. Канал не для того, чтобы там что-то дублировать. Я теперь не буду вести группу ВКонтакте, которая прикреплена, скажем так, к моему каналу. Со временем я эту группу, наверное, даже удалю. И не буду вести аккаунт в Инстаграм, потому что мне неудобно и туда, и туда. Плюс не всегда, в общем, есть доступ. Какая-то ерунда с этим Инстаграмом, с переключением профиля лично у меня. Поэтому я создала канал в Телеграм, там, где я буду показывать вам все схемы, которые необходимы для той или иной работы. Там можно и видео загрузить, и ссылки прямые оставить, и фотографии, и что-то написать. В общем, я считаю, что это максимально удобный вариант для того, чтобы была какая-то сопутствующая соцсеть или какой-то блог к каналу. Поэтому оставляю вам снова внизу ссылку на этот канал. Подписывайтесь, девочки, потому что схемки буду теперь бросать только там. В Телеграме есть такая функция. Независимо от того, когда ты подписался на канал, ты можешь просмотреть все сообщения, которые были ранее. То есть все будете искать там, чтобы ничего не спрашивать. Узор для преда я тоже брошу туда. Вот, все, буду заканчивать. У меня там малыш хочет спать. Наигрался с собаками, дрыгался ногами, песни вот вам поет. Буду заканчивать. Сейчас еще только пятый час. Он сейчас уснет. Я все домашние дела поделала. Могу смело чем-нибудь позаниматься. Поэтому, возможно, сейчас как раз-таки вот мотивчик начну вязать. Вот из моточка. Вот. Такие вот у меня дела. Значит, и рукав. Обязательно надо сегодня... Будь здоров, Макс. Связать рукав, потому что завтра Масюша едет к бабушке. Бабушка наконец-то выздоровела. А я уже буду плодотворно завтра снимать и болталки, и теги, и мастер-классы все, которые только нужно сделать. В общем, буду заниматься исключительно съемками. Ой, надеюсь, я кайфанул. Потому что я недополучаю энергии от этого всего. Вот. Ладно, все. Завтра увидимся. Обязательно я вам расскажу, что у меня связалось. Я надеюсь закончить... Значит, губа не дура. Я хочу за сегодня закончить к утру. Не к утру, а в следующей нарезке. Закончить рукав от джемплера и закончить тело свитера полностью вниз. Да? Ну, если мотив начну, будет замечательно. Если не начну, ничего страшного. Такие вот дела. Все, девочки. Завтра увидимся. Посмотрим, как пройдет мой рабочий день. Какой же красивый он. Посмотрите, он просто прелесть, да? Мне кажется, огонь. Я потом сниму мастер-класс по этому изделию. Вот. Мало ли кому пригодится. Итак, сегодня будет у нас очередная нарезка. Начиная, скажем так, в нестандартной обстановочке. Да, вы наверняка не привыкли видеть. В общем, съемки с рук. Но я хочу показать. Я рассказывала, да, что я в ближайшее время перееду в другую комнату. До этого я обитала в комнате младшего сына вместе с ним. Ну, вот он уже немножко подрос. И теперь можно его оставить одного, да? Не надо за каждым там вздохом следить. Вот. И я хочу показать вам, куда я переехала. Я переехала в гостиную. У нас здесь пока еще ремонт. Еще полы в процессе. Но уже моя часть комнаты. Вот здесь уже можно было расположиться. Поэтому мы решили освободить комнату ребенка. И я уехала вместе со своими, со всеми богатствами. Как говорится, Данила думает, что на лайв-канале. Вот. Значит, это вся моя пряжа. Я отсняла болталку вчера. И сегодня смонтировала на вязальном канале. И будьте скоро болталкой, я там это все показываю. Значит, сегодня у нас 15 марта. Я получила сегодня классную посылку с пряжей новой. Это меринос с шелком и чем-то еще. Это 100% меринос, 100% хлопок, 100% хлопок. И альпака на полиамиде с чем-то там еще. В общем, будет на эту посылку отдельный обзор. И это будут классные вещички. Так, ну что вам показать? Вот так я обустроилась. Мои процессы, ящик с процессами. Здесь у меня инструменты лежат. В этой корзине клубки. Для будущих проектов. Здесь, конечно, не только вязальные вещи. Там кремики лежат, которыми я пользуюсь. Жжетно, чтобы не забывать. Но в основном здесь все касаемо вязания. Вот. Всякие тут мелочи, спицы, весы вот лежат. Чтобы знать, сколько изделий весело. Сколько в клубочке осталось. Крючки, процессы. Ну, в общем, все, 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 что мне нужно. Компьютер. Здесь я сегодня монтирую варежки. Мастер-класс по варежкам Тамина. Кофе вот себе налила. Здесь у меня тумбочки, в которых хранятся этикетки, тетради. Всякие кнопки, пуговицы. Здесь вот тоже есть пуговицы. Бирки, ножницы. В общем, всякая такая ерунда. И вот еще я не поставила, не принесла коробку с образцами. Вот. Ну, все. Это так чисто было отвлечься. Сейчас я повешу камеру на свой замечательный, гениальный штатив, который я не променяю ни на что в жизни. И лампу тоже. Я просто очень довольна. И покажу вам свои продвижения. Я вчера ничего не снимала, потому что мы вчера вот этим всем занимались. Да, все перенести. Протереть, конечно же. Расставить, потому что здесь немножко другая обстановка, чем была у меня до этого. То есть по-другому все расставлено. Ну и, соответственно, мне надо было вот это все расставить как-то поудобнее. И вот такое у меня теперь огромное окно, которое мне будет помогать снимать классное видео с хорошим освещением. Единственное, ну вот этот импост, но таких огромных окон без импостов. Не бывает. Вот, сейчас я покажу свои продвижения. И буду сегодня снимать мастер-классы. Итак, я только сейчас поняла, что чего-то у меня не хватает. Начала снимать. Думаю, что за цвет на стале. Так вот ненормально. Значит, о моих продвижениях на сегодняшний день. Их не так много. Это все я хотела на самом деле закончить за один день. И то я не сделала того, что я хотела закончить за один день. Но все же, значит, у меня джемпер мой крючковый подошел к следующей стадии. Когда я могу собрать уже три детали. И начать снимать продолжение мастер-класса. Так. Три колубочка. Это самое любимое время, когда куча всего в процессе. Так. Тело. Рукав номер один. Я его довязала еще вчера. И рукав номер два. Вот таким образом все это выглядит. Мне очень нравится. И цвет, и толщина, и фруктура. То, что он такой вот не мягкий. Он не струится. Он что-то типа не самые толстые толстовки, если можно так сказать. Значит, я хочу сегодня, наконец-то, уже отснять продолжение мастер-класса. Мне нужно сделать небольшие расчеты по реглану. Здесь будет уприненная линия реглана. И отснять, получается, именно до мастер-класса, как это все собирать. Подрезы выделить. И уже потихоньку джемпер заканчивать. Сегодня у нас 15-е число. У меня, получается, есть 4-5 дней на то, чтобы завершить его полностью. Поскольку это вяжется достаточно быстро, пряжи у меня хватает. У меня еще есть целый моток. И два моточка я докупила. Вот. Значит, мне должно хватить этого всего. Он, конечно, получается широченный, да. Но я обхват груди у меня большой. Плюс я давала сантиметры на свободу увлекания, потому что такие вещи не смотрятся в обтяжку. Ну, в общем, все равно я довольна тем, что получается. Я очень надеюсь, что я буду его вскоре носить. Вот. Это продвижение номер один. Почему-то второй рукав, обычно, знаете как, наоборот, первый рукав вяжется медленно, а второй рукав вяжется быстро. Так, я сейчас разговариваю и слышу, что звук сейчас совсем по-другому звучит, чем в маленькой комнатке. Там, кстати, тоже после того, как вынесли мебель, очень поменялось все. Это первое продвижение. Второе продвижение это Лешин свитер. Что-то он, знаете, у меня, честно говоря, застрял. Очень уж он бесконечный. Кажется, вяжешь-вяжешь вроде. И все равно нет ему конца и края. Значит, этот свитер я вчера немножко повязывала, потом сегодня успела немножко повязать утром. И вроде как на него смотришь и думаешь, ну все, ну вот сейчас вот-вот уже будет закрытие. Но нет. Разворачиваю той стороной, где у меня помечено, сколько мне надо провязать. И понимаю, что мне еще лупить-лупить эту гладь-гладь резинку. Значит, смотрите, у меня, вот когда я тогда мерила, да, мне нужно было от этой ниточки вниз провязать еще, получается, 17 сантиметров. А у меня от ниточки вниз провязано всего 8,5. Получается половина, да, 8,5, да. Получается, ровненько половину я провязала. Еще столько же. И вот сейчас я начинаю задумываться над тем, как я хочу закончить это изделие. У меня просто сверху на горловине резинка 2х2. Все изделие таким же узором, скажем так, да. И, ну, ничего плохого не было бы в том, если бы я закончила точно так же, да, то есть резинкой 2х2. Но почему-то вот мне видится снизу, да, по низу изделия резинка 1х1. Плюс ее закрывать иглой удобно, да. У меня есть хороший мастер-класс по этому закрытию. Я вот сижу и думаю, то ли мне за 5 сантиметров где-то до конца свитера перейти на резинку 1х1, да, то есть просто поменять местами петли, чтобы получилось такое, как бы переход с резинки на резинку, то ли мне оставить все как есть. Почему? Сомневаюсь, потому что если я снизу вот эту резинку 1х1 вижу, то на рукавах, на манжетах рукавах, я ее совершенно не вижу. И как бы по идее, да, эти же резиночки будут вроде как на одном уровне, будут бросаться в глаза, если они будут разные. И в общем-то я, если честно, зависла. И на сегодняшний день, на сегодняшний момент я больше все-таки склоняюсь к тому, что я ничего не буду предпринимать, буду вязать дальше как есть. Так, сейчас я не знаю, как-то буду сегодня успевать по съемкам. Мастеркаста я начну снимать, а вот что еще сегодня успею, я даже не знаю. Потому что я сейчас у нас почти 2 часа, в 4 часа объявила прямой эфир в инстаграм, подписывайтесь, да. Мальчик мой уже немножко подрос, и иногда возникает такая вот возможность выйти в прямой эфир. Вот, ну что, я очень хочу сегодня довязать тело, честное слово, и набрать петли для рукава. И вообще я хочу закончить этот свитер в этом влоге. У меня, получается, осталось 15-16, 17-18, 19-е, 5 дней на то, чтобы связать 8,5 сантиметров тело вниз, 2 рукава целых и джемпер крючковый, потому что это обязательно. Но это еще не все, потому что я решила поучаствовать в тестировании описания. Я просто не могла этого не сделать, потому что, ну знаете, когда общаешься с людьми, и в их жизни происходит что-то такое трепетно важное для них, я лично не могу пройти мимо и не поддержать. Поэтому я, естественно, в такие моменты стараюсь отозваться одной из первых. Так, гид-то не продвинулась, но я же говорю, я вчера вообще почти ничего не вязала. Мы вчера пока все перенесли, пока я тут все намыла, там намыла комнату, да, перестановку сделали, плинтуса, полы, все-таки детская комната, пока все, короче, отдравила. Уже было недовязание, и потом мы вечером приехали, пока я тут разбралась с хозяйством своим, кухонным, скажем так, мне уже было пора отправляться спать. Я думала повязать, помонтировать, но сил не было никаких, поэтому я сегодня встала в три и вязала свитер, только свитер. Значит, поэтому вот это лежит, но в прошлый раз я успела начать новый мотив крючком. Это тот самый мотив, который для пледа, да. Я рассказывала вам нечто, я решила, что буду, не буду раз в три дня или как-то так, я буду вязать, вот стараться вязать не меньше 11 в день, да, чтобы как минимум до конца года успеть. Если будет, получается, делать это чаще, вязать больше мотивов, то буду делать это чаще. А как оно по итогу получится, я не знаю. То есть получается, что в этом месяце мне надо еще 9 мотивов связать, но, честно скажу, я что-то вообще сомневаюсь, что я успею этот проект создать в этом году, потому что мотив этот занимает приличное время. Я хочу засечь в следующий раз. Вот я в этот раз, когда начинала, не обратила внимания. И мне днем этого нет смысла делать. Мне надо или выбирать день, когда младше сыну бабушки, да, или делать это ночью. И все равно это не стопроцентная гарантия, что меня не отвлекут. Поэтому я хочу засечь, сколько у меня уходит времени на вязание одного мотива, чтобы просто понимать, насколько реальна эта задача. Если получится так, что один мотив 3 часа я вяжу, то, сами понимаете, 30 часов в день – это чуть ли не все мое свободное время в месяце, которое я посвящаю вязанию. Вот. И тогда я просто не буду даже гнаться за этим проектом, да, буду больше уделять времени именно одежде для себя. Вот. И последнее, что у меня здесь из Новенького, но это даже не изделие. Это просто я сегодня утром взяла образец. Как раз-таки сегодня стартануло тестирование описания. И, конечно же, мне надо было создать образец, чтобы попасть в плотность. Это у меня Газал Бабикоттен XL полухлопок. Очень я люблю эту пряжу. У меня конкретно из этой пряжи связан джемпер лукомория. Я вставлю вам фотографию. И есть по этому джемперу мастер-класс очень подробный. Вот. Надо было мне, значит, создать образец для того, чтобы узнать, попадаю ли я в плотность автора описания Ани для того, чтобы начать тестировать. Стирать я образец не буду просто, потому что я знаю, как ведет себя пряжа и не вижу смысла. Ну, то есть, я уже стирала эти образцы. Не конкретно этот, а чуть раньше, когда свое изделие начинала взять, и они не менялись ни в ширину, ни в высоту. Эта пряжа может растянуться только если у вас крупное изделие, то есть тяжелое, и под собственным весом, как и любая пряжа, оно тоже потянется. А поскольку я буду тестировать описание шапки, то не вижу смысла мне еще раз проверять, как пряжа вообще сидит после стирки. Вот, у меня это голубой цвет 34, 23 и 29. Я постоянно путаю, потому что помню, что оба этих цвета голубых красивы. И что я, в общем-то, для себя решила. Там было несколько, много точнее было размеров, да. Я сначала выбрала размеры, который подошел бы моему сыну на голову. У него подходит 55 сантиметров. И тогда бы я вязала вот такую синюю шапку. Но там один размер, никого не было на этот размер. И я вот сейчас сижу и думаю, что надо мне, наверное, связать, может быть, крестницу. Хотя я вот сейчас сегодня читаю чат и понимаю, что крестницы, по идее, уже будет мало. Надо мне, наверное, подружке сегодня позвонить и спросить, сколько у моей крестницы обхвата сейчас головы, чтобы мне просто лишнюю шапку зря не связать. У меня в запасах эта пряжа, я точно буду вязать из этой пряжи. У меня в запасах есть эта пряжа в белом цвете, в лимонном, а в светло-розовом, вот в таком голубом и в светло-голубом. И получается, что если вязать для крестницы, я, в принципе, могу выбрать любой цвет из этого. Но мне жалко лимонного. Хотя я, конечно же, потом могу докупить. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что мне делать пока. Ну вот образец зала в плотность, кстати, я попала идеально. У меня, как у автора, 19 на 26, 10-сантиметрового образца, 10 на 10, да? Вот, такие вот дела. Больше ничего не вязалось. Мы с вами были на приеме у врача, у меня старший ребенок болел. И наслышавшись о том, что в Фане, где мы сейчас проживаем, в поликлинике, очень медленно принимают врачи, да, по 2-3 часа на приеме с чистолончиком, я сегодня с собой брала вязать комбинезон. Детские желтенькие, да? И, не поверите, не связала ни петли, просто потому что стояла и караулила очередь. Потому что беспредел просто полный. Никакого прядка, все просто хотят быть первыми. Пришлось тоже хотеть. Вот, такие вот у меня дела. Значит, у меня есть 5 дней на то, чтобы связать реглан, ну, то есть, это как из обязательных работ на оставшиеся 5 дней. Значит, связать реглан в изделии. Это 2 мотка плюс мастер-класс. Здесь 2 рукава и кусок работы снизу. Это, я тоже думаю, 2 мотка, не меньше. И очень я хочу устроить себе такой день, может быть, я сегодня это сделаю, но жутко мне хочется устроить такой день, когда я подвигаю все свои процессы. У меня просто получается, когда я начинаю себя как-то обязывать в чем-то, да, вот это закончить, вот это закончить, вот к этому не прикасаться, пока не закончу, мне начинает становиться немножко грустно, потому что какие-то ограничения, какие-то рамки, хоть и сама я себе их ставлю, да, никто-то сама себе и знает, для чего я это делаю, но мне хочется. Вот ничего не могу поделать с собой, может, это весна, так сказывается, может, переезд, да, новое рабочее место, все-таки другой вид из окна, тут, конечно, природы офигенной нет, но все же. Зато теперь у нас дом напротив вот здесь строится, и я летом снимала в соседней комнате, окно было, точно вот так же выходило, и там работали строители, и они, когда у них был перекур какой-нибудь, они садились на строительные леса, лицом на меня, и курили, и все дружно смотрели, просто всматривались, они не понимали, что я делаю, но вы представьте картину в окне, без штор, без занавесок, да, сидит человек, и просто сам с собой постоянно разговаривает, или стоит, если там я стою, что-то снимаю, я представляю, что они думали про меня, хотя мне как бы без разницы, вот, в общем, я сижу и думаю о том, что я хочу подвигать процессы, у меня это желтый комбез, у меня это красные штаны для Макса, дальше у меня есть варежки из дундоги, я, наверное, не хочу их пока вязать, потому что у меня сейчас очень сухая кожа рук, я постоянно пользуюсь кремами, кстати, вот сейчас, тот самый период, когда вот только вот этот крем может хоть как-то увлажнить кожу, напитать, потому что ужасно сохнут руки, особенно после чайгушек, когда я вот пробила палец, это место у меня вообще никак до конца не заживет, прям жуть какая-то, и я теперь, получается, что, поскольку я сейчас не в комнате с малышом, но все равно ночью приходится иногда пойти туда не только для того, чтобы его покормить там как-то, но и посидеть, да, вот, но бывает плохо спится и надо, чтобы вот посидел рядышком, вроде как он успокаивается, я решила, что один из своих процессов я занесу туда в комнату и буду как раз-таки в те моменты, когда я сижу рядышком за него, именно ночью буду повязывать, и в моем случае это станет платье бело-розовое, да, я рассказывала о том, что у меня три долговяза, не в этом видео, в какой-то болтанке, что у меня есть три долговяза, это космические дуванчики, это плед, плед, не плед, там не подумайте, что я, не подумайте, что я оговорилась, это я просто плед снимала с ящика, секретный проект из шестиугольников и вот это бело-розовое платье, давайте я вам покажу, на какой оно стадии, и, наверное, мы с вами повесим маркер, который разделит, в общем, буду теперь повязывать вот это платье, там, у Макса, в комнате, для того, чтобы оно у меня начало двигаться, оно уже такое чумазое, мятое и страшное, и надо мне, наверное, может быть, на другие спицы его перекинуть, но что-то как-то здесь совсем неприлично это все выглядит, так, значит, получается, я говорила, кстати, ну, вот, про процессы продолжу, мысль свою, говорила о том, что я хочу эти три долговяза, не собираюсь все бросать и заканчивать только их, решила распределить их на весь год, да, я буду просто стараться больше долговязов не заводить, ну, или хотя бы закончить эти с новыми, если вдруг они появятся, буду разбираться по мере поступления проблем, и вот я себе решила, что я март, апрель, май посвящаю окончанию вот этого долговяза, да, если вдруг он у меня раньше закончится, я буду только безумно рада, потом лето я буду посвящать полностью космическим одуванчиком, в том числе и второму экземпляру, потому что я обещала мастер-класс для вас, и естественно, конечно, я от своих слов не отказываюсь, вот, а уже осенью я буду заканчивать процессы шестиугольников, вот, таким образом решила придумать, не знаю, насколько это сработает, не знаю, насколько эти мысли в моей голове постоянны, да, насколько долго они задержатся, но пока вот сегодня вот так, так, и что-то там еще у меня, мне кажется, есть из процессов, что там еще, а, еще у меня есть платье из софти, но пока я его не буду трогать, оставлю его на третью декаду марта, потому что в третьей декаде это будет самый основной процесс у меня, я буду стараться в марте закончить и платье домашнее софти, вот, а так вроде больше ничего, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну да, все верно, оказывается, все на месте, ну и шапочка, шапочка, которую надо связать, потому что в тестировании есть сроки, да, и подводить автора описания не хочется, так, это я сейчас аккуратненько сюда положу, ну маркер видели, да, я повесила, видели или не видели, и занесу к Максу в комнату, там возле кресла своего положу и буду потихоньку там повязывать, вот такие вот у меня сегодня дела, что-то я опять телу кучу наболтала, нужного, ненужного, я надеюсь, что вы к этому привыкли и уже любите меня, возможно, за это, все, девочки, я пошла работать, как бы было круто, если бы у меня все с первого раза зашло вот здесь, потому что бывает головой все понимаешь, но как-то вот объяснишь, да, вроде бы, провяжешь какой-то приличный кусок, а потом думаешь, блин, надо было еще вот это сказать, распускать, и настолько это в голове заседает, да, эта мысль, что да, это очень ценная информация, и с каждой минутой она становится все важнее и важнее, приходится распускать и переснимать по новой мастер-класс, и этого я делать не люблю, поэтому хочу постараться все сделать верно сразу, пожелайте мне удачи, так, ну все, теперь точно все, завтра увидимся, да, надеюсь, завтра увидимся, и посмотрим, что у меня сегодня удалось подвигать, буду ли я заниматься основными процессами, или я все же дрошусь во все тяжкие и попробую подвигать действительно все процессы, и так, всем привет, сегодня у нас 20 марта, я получается не снимала, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, да, и сегодня, слава богу, все-таки нашлось у меня время для того, чтобы закончить визуальный влог, сейчас у нас 6 час вечера, как раз повернулось солнце на эту сторону, да, я говорила о том, что в комнате, где я раньше снимала, солнце было как раз таки в первой половине дня, ну а вот сейчас во второй, поскольку я обычно в такое время уже все дела поделала по съемкам, да, остается монтировать и снимать, вязать точнее, то, в общем, не ожидала такого поверота, ну я знала, конечно, что солнце будет, будут тени, но мне очень хочется закончить этот влог, потому что, получается, у меня уже два видео стали неактуальными, я снимала видео 17 числа и 16 числа, и в силу того, что я не могла их смонтировать, у меня были другие очень серьезные, важные, срочные дела, да, намного важнее, чем вязание и каналы, поверьте, в общем, пришлось мне эти видео просто удалить, то есть я по сути потратила зря время, вот, и решила, что я сегодня просто обязана закончить вязальный влог, для того, чтобы рассказать вам о своих совершениях или несовершениях, да, я еще хотела вам показать сегодня пряжу, которая мне пришла, но надеюсь, что у меня завтра будет возможность еще поснимать и тогда я покажу вам ее завтра, у меня тут на заднем фоне спит малыш, прямо в коляске, поэтому иногда я буду его покачивать одной рукой, да, буду косить подолю банифантову, и так, значит, что касаемо моих продвижений, я вам честно скажу, что я ничего не закончила из того, что хотела, но вообще, если так подумать, то все было бы неплохо, если бы не некоторые обстоятельства, которые сложились, ну, сложились и сложились, да, я не то, чтобы оправдываюсь, просто сама себя успокаиваю, что не так уж все плохо, скажем так, потому что я, получается, не вяжу субботу, воскресенье, понедельник я повязала, нет, я не вязала пятницу, субботу, субботу, воскресенье я чуть-чуть повязала, и потом, получается, не вязала понедельник, вторник, и вот сегодня еще ни петли не связала, и мне от этого очень-очень грустно, поверьте, так, значит, в связи с этим у меня немножко меняются планы на этот месяц, я по-прежнему хочу сначала закончить два плечевых изделия, да, прежде чем приступать к следующим процессам, давайте уже что-нибудь вам покажу, чтобы не был у нас пустой кадр, значит, первое мое самое основное продвижение, скажем так, это джемпер крючковый, да, значит, на данный момент я нахожусь, он большой такой, но он широкий, да, значит, на данный момент, сейчас я пойму где спинка, это перед, значит, выглядит он вот таким образом, солнце немножко будет нам мешать, но я думаю, что вы меня за это простите, где тут, в общем, вот на такой он стадии, я уже присоединила два рукава, вот от этого момента у меня уже сшиты подрезы, и вот от этого момента я начала выполнять убавки на регланной линии, видео у меня по этой части отснято по расчетам, и получается, что на тот момент, когда я снимала видео, это было как раз таки воскресенье, у меня муж пошел на прогулку с ребенком на такую длительную, и у меня было достаточно времени, то есть три часа я была как бы предоставлена съемка, и очень хорошо продвинулась, потому что мне надо было снимать по чуть-чуть, провязывать побольше, да, и вот когда такие моменты, мастер-классы и съемка именно растягиваются на пять, шесть, семь дней, потому что снимаешь пару минут, и потом надо провязать достаточно приличный кусочек, вот, значит, ну и вот муж мне сделал такой подарок, я отсняла три главного счета, как это все собрать, как эти все убавки выполнить, чтобы это симпатично смотрелось, честно скажу, сама на тот момент не думала, ну, то есть не была уверена, как это все получится, и мне нужно провязать, получается, в высоту всего 32 ряда после соединения деталей, и у меня провязано, я даже не знаю, сколько у меня здесь провязано, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 рядов ровно, то есть еще достаточно приличный кусок работы, но оно и видно, да, что еще вот здесь, ну, слишком широко я сюда пролечу, а джемпер, сцесс, работа и влегание хорошие, так задумано, ну, и плюс я сама не маленькая, да, и вот тут еще прилично вязать, плюс здесь удлиненная линия реглана, которую можно будет по своему желанию, такое не делать, да, в мастер-классе, я об этом всем буду рассказывать, вот, мне нужно было провязать, рядочки, вот эти до ростка, я буду увязывать росток на глубину 4 ряда, 1,2,3,4, ну, небольшой такой, и потом резиночкой все это закрою, я была уверена, что я за понедельник, то есть у меня была ночь на вязание и понедельник, и я думала, что я это все успею, во вторник я отсниму уже по ростку и по резинке видео, и изделие мое будет готово как раз-таки к концу этого вязального влога, но, знаете, мы, как там говорится, мы предполагаем, да, а Бог располагает, не все пошло гладко, пришлось заняться другими вопросами, значит, у меня в работе уже 7 моток пряжи, 600 грамм я извязала, и вот это у меня 7 моток, он не так давно присоединен, еще у меня есть один моточек запасов, но мне уже как бы по-любому должно хватить. Так, это было первое изделие, которое вяжется или не вяжется, значит, вторая работа, блин, тут спицы, хоть бы они сейчас не лясны бы сильно, ребенок днем очень плохо спит, поэтому, значит, вторая работа, которая, опять же, не закончена в тот момент, как я хотела ее закончить, это свитер для мужа с резинкой 2х2 из пряжи я лизала на вот классик, значит, у меня полностью отвязано тело, смотрит это, конечно, вообще смешно, да, ширина того полторы ладони, но по телу сидит хорошо, объем вроде у мужа 105, и садится как в литой, знаете, как такой, как водолазка по телу, он такое и хотел, и в данный момент я, значит, закончила полностью вязать тело, петли я закрыла, закрывала с накидом, не хотелось не заморачиваться иглой, плюс на резинке 2х2 именно, да, с накидами все это неплохо смотрится, вот, здесь у меня еще кончик не обрезанный, надо красивенько это все закрыть без ступеньки, и в данный момент, в данный момент я, конечно, не вижу, получается уже с, наверное, с четвергой я не вижу этот свитер, вот у меня началась работа по рукаву, вот здесь провязано, по-моему, всего 5 рядов, но мы это все дело примерили, сидит отлично, как положено, хоть и смотрится как-то, ну, совсем не леп, по-моему, да, и у меня по расходу пошел в работу, по-моему, вот это, по-моему, четвертый моток заканчивается, то есть на рукав я еще начну здесь пятый, ну, и, возможно, как раз таки шестой пригодится, он у меня уже есть, вот, значит, здесь осталось не так много работы, полтора рукава я не считаю за большой кусок работы, как, в принципе, и 2,3 реглана, но, опять же, да, если бы не вот эта сложившаяся ситуация, я бы однозначно успела, и, значит, появился у меня еще один новый процесс, у него есть свой срок, значит, я участвую в тестировании описания у Ани, Анит-Анит, и мы в тесте вяжем шапочку, Лиана Хэт, я сначала хотела взять для Данилы размера 54-56, но так получилось, что никого не было на самый маленький размер 46-48, и в общем, я решила спасти ситуацию и взяла самый маленький размер, значит, я, если честно, не знаю, сколько у нас сейчас у Макса объем головы, надо померить, вяжу я из пряжи Газала Бэби Коттон Иксель, это цвет 34, по-моему, 29 или 23, я все время забываю, это пряжа, из которой я вязала свое лукоморье, да, значит, это полухлопок, здесь 105 метров на 50, или 100 метров на 50 грамм, то есть, толстая пряжица, я вяжу на спицах номер 4,5, в плотность я попала сразу, без проблем, пряжу я эту просто обожаю, здесь для меня новый наборный край, было смешно набирать, честно говоря, потому что я всю жизнь, честно скажу, набираю самым обычным способом петли для вязания, ну, меня устраивает, я не знаю, как-то просто привыкла и все, и здесь это было целое испытание, не потому что это было как-то сложно, это интересно, прикольно, но когда ты 20 с лишним лет делаешь одно и то же движение, знаете, руки просто не слушались, приходилось прям сильно сосредотачиваться на том, как надо двигать спицы, чтобы набрать петли новым способом, ну, по-моему, с третьего раза я набрала, так, чтобы не набрать ни одной петли обычным способом длинный хвост, значит, у меня здесь провязана полностью высота, по описанию там указано, да, сколько рапортов и сейчас мне надо приступить к закрытию макушки, я, кстати, уже приступила, да, убавки я уже вязала и у меня стоит в планах сегодня закончить эту шапку, потому что есть сроки, да, у этого всего дела надо еще постирать и как-то сфотографировать, есть небольшие проблемы в этом плане, потому что муж мой категорически против выставлять фотографии маленького ребенка в интернет, я не то, чтобы сильно за, но я в этом ничего плохого не вижу, он уже у нас, ну, прям не совсем, уж такой маленький, да, но против мужа, конечно, я не пойду, что-нибудь придумаем, вот, может быть, как-то со спины сфоткаем, я просто на самом деле, поскольку хотела изначально вязать для Данилы такую шапку, на, как раз таки, вот сезон сейчас будет, да, поснимать зимние шапки, у него как раз все уже так, ну, не то, что подзакаталось, просто как-то поистрепалось, что ли, и я хочу ему тоже создать такую шапку, и будет у нас такой, что-то типа фамилия Лук, вот, поэтому я хочу успеть создать две шапки, и тогда, в принципе, я думаю, что я смогу просто на одной фотографии показать два размера, да, как-нибудь там сфоткаем Марса, может, со спины, или, в общем, посмотрим, Даник-то уже большой, любит позировать, фотографироваться, поэтому с этим вопросов не будет, значит, я предполагаю, что одного мотка хватит, я что-то не помню, что там в описании указано, но должно хватить, а вот на Данииле шапочку уже явно пойдет больше мотка, но у меня в запасах еще есть, потому что я, у меня было 13, по-моему, мотков, и 11 я потратила, два осталось, потом у меня Джемпер перевязывала, у меня еще меньше пряжи ушло, поэтому у меня как раз-таки это пряжа в запасах есть, очень классная пряжа, из нее очень опасно вязать для меня, как только я начинаю из нее вязать, мне сразу хочется в запасы этой пряжи новых цветов, так, ну, в общем, это такой процесс, была у меня, кстати, мысль попробовать вязать из вот такой пряжи, заодно попробовать ее, это стопроцентный лобок, Drops, Париж, но здесь немножко другой метраж, хотя, если бы поменять спицы, здесь рекомендуют номер 5, если бы поменять спицы, я бы, наверное, плотность тут указана немножко другая, да, странно, в общем, здесь другой метраж, здесь всего 75 метров, и я решила не подводить товарища своего по делу этому по вязанию и, в общем, не стала. Мотивы мои на том же месте вообще никак не продвинулись, как лежала, так и лежит, потому что, я говорю, я эти дни, если мне там удавалось где-то подхватить вязание, то брала в основном свои основные плечевые изделия. ну и все, остальные процессы лежат, я, как видите, стараюсь сейчас не распыляться, хотя мне очень хочется позаканчивать максимальное количество проектов в этом месяце, но я все же, как человек, позитивный, несмотря на то, что сейчас много на меня навалилось негатива со всех сторон, не знаю, наверное, какие-то магнитные бури, я все равно надеюсь, оставляю за собой надежду на то, что мне все-таки удастся в этом месяце закончить не только два ключевых изделия, но еще и связать платье и софтик. Вот, но здесь у меня такое дело, мне пришла посылка от компании Кутнор, там такая бомбическая пряжа, и мне надо срочно что-то из этого вязать. Вот, поэтому, как обычно, меня придет на тысячу новых процессов, но я, как видите, держусь, ничего не начинаю, я говорила о том, что я хочу начать кардиган, да, вязать из каскада, как видите, я не начала его вязать, не потому, что мне не хочется, мне очень хочется, просто я хочу, как это сделать-то, ну, хоть немножко, хоть немножко, что ли, вам угодить, правильно ли это будет звучать, потому что, если бы я руководствовалась только своим, своей головой, то у меня бы сейчас, наверное, было не 10 процессов, а 30 процессов в работе, но тогда бы мастер-классы были гораздо позже, да, вам бы, конечно, это не понравилось, поэтому я стараюсь изо всех сил, честно вам скажу, вот, ну, что-то, видите, у меня получается, так, что-то я хотела вам показать, я не помню, наверное, покажу, значит, другой раз, ну, вот, в принципе, и все, да, что у меня за эти 10 дней произошло, даже не 10, получается 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 11, вот, ничего такого особенного, как обычно, много планов, мало времени на их осуществление, а надо как-то, вроде головой понимая, что, по идее, должно быть с каждым не очень легче, но что-то не становится, но я знаю, что у меня сейчас, скажем так, тянет вниз, поэтому буду стараться всячески от этого избавиться, вот, такие вот дела, ладно, не буду я вам тут ныть, потому что это никогда никому не нравилось, хочется всегда прийти на канал, получить кучу позитива, поэтому я вам посылаю лучи позитива, посылаю вам вот такого солнышка, как у нас сегодня светит, немножко бы вот, еще бы снег перестал сыпать ночью, да, и было бы вообще здорово, вот, совсем скоро я хочу снять для вас видео, наверное, может быть, в ближайшие дни постараюсь это сделать, с 37 проектов 2019, да, расскажу, что мы будем вязать в следующем месяце, какую пряжу готовить, если будете вязать со мной, и отметим готовые работы и метраж, который на них ушел, мне надо наконец-то пофотографировать то, что у меня уже связалось в этом году, я обещала выгружать фотографии в инстаграм готовых работ, но что-то как-то вот пока не нахожу на это время, хотя идею эту не отбрасываю в сторону, просто вот как обычно, на все не хватает времени, вот такие вот у меня были сегодня для вас новости, скудненько, конечно, но что есть, то есть, поэтому буду я на позитиве стараться снимать следующий вязальный влог, буду стараться больше вязать, мне просто само этого хочется, и на этом скажу вам большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, и пока-пока.